Научная библиотека имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета появилась одновременно с Казанским университетом. В 1804 году в уставе была предусмотрена организация библиотеки, но сама библиотека появилась намного раньше, еще в 1799 году, когда в Казанскую гимназию передали библиотеку князя Григория Потемкина, так и не открывшуюся на юге России. Казань на 18 подводах в библиотеку привезли в 1799 году. На месте нынешнего исторического здания научной библиотеки имени Николая Лобачевского Казанского университета находилась, видимо, беседка дома Тенишевых, так как наш главный корпус университета состоял из двух зданий. Здание губернаторского дворца и дома дворян Тенишевых. Скорее всего, на этом месте находилась беседка, которая разграничивала усадьбы этих двух зданий. С библиотекой, в частности с отделом рукописей и редких книг, связано множество интересной информации. Она кладезь ценнейших фактов. Так библиотека хранит более 150 тысяч уникальных экземпляров. Так, например, свиток Торы является самым ранним из известных в науке экземпляром, который сохранился в родном футляре. И это, конечно же, уже установленный факт. Кроме этого, у нас именно хранится первое печатное издание Корана, признанное мусульманском мире как первое мусульманское издание. Оно было выпущено в 1803 году. Научная библиотека имени Николая Лобачевского располагается в историческом здании, спроектированном в 1838 году. Если говорить про элементы архитектуры строения, то и они никого не оставят равнодушным. В 1904 году в стену здания, в фойе над вестибюлем, встроили, впаяли, по-разному можно сказать, могильный памятник 1291 года из Волжской Булгарии, периода Волжской Булгарии. Это женский памятник, женский могильный знак, который до сих пор находится также впаян в стену и закрывается частично экспозицией из дерева. По словам Эльмира Амирхановой, очень трудно выделить самые редкие экземпляры фонда, так как отдельные книги, журналы, газеты и рукописи являются уникальными. Амир Ахтямов, Универньюз.